Печенье с творогом 250 грамм масла Чайную ложку будем использовать соды, гасить уксусом Ну, от песка я взяла стакан, можно стакан-полтора Итак, приступим Масло у нас только что из холодильника, чтобы удобно было натирать на терке Итак, мы сейчас натрем масло на терке И смешаем его с мукой Кто-то может натереть его ножиком Но мы возьмем терку Видите, пару движений И уже все готово Это печенье Очень легко в приготовлении, очень быстрое И оно очень долго хранится 2-3 дня То есть вы можете его брать на работу Детям давать в школу То есть это как бы такой десерт на каждый день Ну вот, масло у нас готово Сейчас мы его смешаем с мукой Это масло, вернее, это тесто Должно еще похорониться в холодильнике не менее часа Потому что здесь используется масло И оно должно у нас заморозиться И лучше схватиться Ну так вот Масло у нас готово И мы его разотрем с мукой Муку будем просеивать Будем вводить муку постепенно Сначала введем почти 2-3 муки И смешаем Посмотрим Добавлять ли Всю нашу заготовленную муку Сначала ложкой Потом руками сейчас разомнем И перетрем в такую крошку Ну это обычная песочная Тесто Должно быть крутое Мы потом его будем раскатывать Чтобы формировать наши печенюшки Поэтому муки должно быть на крутое тесто Пока мы оставим это в сторону Муки нам хватило Чуть меньше пол кило Чуть-чуть прям поменьше И теперь займемся нашей начинкой Творожной Так как Гусиной лапки мы будем делать из творога И разомнем его немножко вилочкой Для однородности Мы сахар не добавляем сейчас Потому что позже В процессе приготовления Этот сахар мы будем Обмакивать наши печенюшки В процессе формирования Сюда идут наши два яичка И чайная ложка соды Я гашу ее лимонным соком А не уксусом Можете гасить ее Погасим И все опять же перемешаем Тут не нужно использовать блендер Потому что мы будем все равно Сейчас все замесим немножко руками И вот наши жидкие так называемые ингредиенты Сейчас смешаем С нашей масляной мучной начинкой Формируем крутой комочек теста И оставим отдыхать его в холодильник На час Можно чуть больше Но не менее часа Это ключ У нас все размешалось Вот наши сухие ингредиенты И соединяем две массы Так что сейчас Может быть оставшаяся мука Нам и понадобится Потому что Влажность творога, яиц Будем сейчас контролировать мукой Чтобы замесилось Крутое тесто Сначала на ложкой А потом рукой Вот Я вижу, что у меня здесь тесновато Сейчас я на стол все выложу Ну что ж, вот такой вот тесто у нас получилось Долго вымешивать не будем Дождемся Дождемся, когда вот Все продукты схватятся в единое целое Поместим в пленку В пищевую Вот я в целофан И отправим в холод Потому что теплоурог Сейчас у нас может растопить наше масло И этого нам не нужно Ну что ж, наше тесто Поместим сейчас в пакет И через час встретимся Ну что ж, я отделила Часть нашего теста Сейчас мы будем формировать печенье Вот смотрите Сейчас мы раскатаем пласт И формой Я приготовила две формочки Два диаметра Не надо очень тонко раскатывать Где-то буквально сантиметр Сантиметр теста И сейчас будем формировать печенюшки И вот здесь нам пригодится Наш сахарный песок Который мы не использовали Вот в это тесто Потому что мы будем его Макать Его будем макать наши печенюшки Для удобства я Пересыплю блюдечко И вот смотрите Формируем Наше печенье Можно круглое сделать Вот у меня есть еще такие вот Красивым узором Ну так вот Покажу сам принцип Сначала нашу лепешечку Мы обмакиваем В сахарный песок С одной стороны И Значит Складываем С сахарным песком Внутрь Затем Еще одной стороной Тоже внутрь И уже вот Сверху Тоже обмакаем И на наш противень Мы кладем Вот эту печенюшку Не сахарной стороной Вот смотрите Первая печенюшка готова Это очень быстро Духовка у нас уже Разогревается 180 градусов Так что смотрите Раз Два Три И так далее Так что Готовим Пока все тесто У нас не закончится Ну что ж Вот один противень у нас готов И чтобы оправдать название Гусиные лапки Мы все таки сделаем Значит оформим Данное печенье Как лапки гуси Для этого мы воспользуемся Вилочкой Немножко вот так вот Придавим У нас будет и Красивая форма сверху Вот Смотрите Сейчас мы это все делаем Отправим В духовку При 180 градусов На минут 20-25 Там уже будем смотреть До золостистой формы Оно пропечется Они поднимутся Увеличатся в размере И может тогда выним И уже Следующую партию Туда Поместим Так что в духовку На 20-25 минут 180 градусов Ну что ж Девчонки Вот печенье готово Вот такая гора У меня получилась В итоге Из такого количества Ингредиентов На полкило Творога И полкило Муки Получается Целых Три Противня Можно украсить И сахарной пудрой И с вареньем Значит Покушать Так что мы сейчас Будем пить чай Вы тоже Я надеюсь Воспользуетесь Данным рецептом И всем Приятного аппетита Готовьте С удовольствием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!